Приветище! Это симулятор таможенника. Мы находимся в Акаристане, собственно на границе. Там у нас ждут тачки и сегодня мы их будем обыскивать, будем курочить и искать контрабанду. Это информационный щиток. О, Бобик приехал. Бобик уехал. Понятно. Я думал он со мной. Я уж хотел свалить отсюда в отпуск. В общем, давай начнем. Это информационный щиток. На нем есть информация о лицах подозреваемых в провозе контрабанды. Если какой-то водитель подойдет под описание, надо обыскать его машину или отказать во въезде. Ага. Хорошо. Теперь пригласите первую машину на просмотр. Значит смотри. Подозреваемый номер один. Тип машины. Завет. Цвет машины белый. Место сокрытия контрабанды. Кабина. Подозреваемый номер два. Имя водителя Борис. Часть регистрационного номера ЮЗУ. Место скрытия контрабанды. Шины. Ого. Так, значит смотри. Вот эта первая машинка я запомнил. Это Завет. И он белый. То есть получается сейчас к нам приедет контрабандист. Давай. Сюда проезжай. Проезжай. У него скрыто в кабине. В кабине контрабанда. Белый Завет. Здорово, Бородач. Ну-ка свои документики показал быстро. Ага. Похоже у нас есть подозреваемый. По нашим разведданным он перевозит контрабанду в салоне. Попросите его выйти из машин для поиска контрабандных товаров. Выйдите пожалуйста из тачки. Могу я взглянуть на... Пожалуйста выйдите. Документы я не буду смотреть. Для начала вам понадобятся инструменты. Возьмите нож со стола. Так. Вот этот замечательный ножик. Хо! Я теперь могу угрожать тебе. У меня есть ножик. Разрежьте ножом обшивку сидений. Блин, жалко портить тачку. Ну что поделать. Такая работа. Аааа. Какую обшивку? Передних сидений или задних? Чё? Он что-то мне говорит? Ааа. Он зашкерился. Да не с этой. Тебе я ничего не сделаю. Смотри, смотри. Вон там что это такое? Что это такое? Походу под передним сиденьем что-то есть, да? Как мне это вскрыть-то? Опа! Надо бы смотри сколько там всего. Поздравляем! Вы только что поймали контрабандиста за руку. А смотрите остальные части машины на предмет контрабанда и арестуйте преступника. Так. Стой на месте. Никуда не убегай. Сейчас будут тебя арестовывать. Подожди. Контрабанду-то надо конфисковать. Конфисковать. В этом сиденье ничего нету. Ха-ха-ха. Всё буду резать. О, это что? Канистра со спиртом? Ничего себе. Ничего себе. Сколько ты тут провозишь всего? Гляди-ка. Тут всё равно торчит вот эта вот пачечка. Надо её забрать. Вон там что? Кокоин? Ну ты вообще жёсткий тип. Здесь есть что? Нет? Вот тут что-то можно проверять. Нифига себе! Это что, кокаина что ли? Так, так, так. Нифига себе! Сколько он тут провозит-то всякого, а? Ты гляди. А здесь на вот этой части ничего нету? Нет. О-о-о, чё-то есть. Ёкарный! Ты гляди, сигареты! Сколько пачек-то, а? Так, значит, мне надо ещё обшивку вот этих вот сидений верхней части тоже отколупать. Чё-то там... Ну ты посмотри, а? Негодник какой! А? Чё ты будешь делать с этими контрабандистами? Ну ты, короче, всё, ты попал. Ты очень крупно встрял. И здесь тоже. Так, подожди. Давай-давай-давай, да? Ну, чувак! Тебе светит серьёзный срок. Под капотом ничего нету? Тут ничего сломать нельзя? Нет, вроде ничего. Ну, что я могу? А бочину? Бочину? Нет, нельзя. Сзади ничего нету? Ну, короче, всё. Ты арестован. Параста, чипка! Чё-то он там на своём башляет, типа, я пожалею, или что-то такое. Ну, короче, мы уже с тобой не увидимся, дружище, никогда. Ха-ха, смотри, в тюряге сидит. Ещё и 50 баксов за это дали. Преступник-контрабандист. Вознаграждение 376 баксов. Могу с ним поболтать. Отправить в трудовой лагерь? Ха-ха, забавно. Переведите в полицейскую машину. Но чтобы перевести его в трудовой лагерь, я должен находиться где-то недалеко от него. А тут нету нигде трудовых лагерей. Поэтому никак. Добро пожаловать, товарищ. Ты чё, подросомаху косишь с такими бакенбардами? Это склад для хранения перехваченной контрабандой, инструментов, оружия и тому подобного. Окей. Может, однажды вы накопите на его расширение. Ну, хорошо. О, лампочку могу включить. Кофе попить чужой. Как отсюда свалить? Где тут выход-то? А, вот сюда мне, наверное, надо. А, подожди. Так эта комната находится в моём кабинете? Ничего себе. Ничего себе. Закрываем, короче, решётку. Всё. Как она мощно закрывается? Ещё троих преступников сюда я могу засадить. Ладно, здесь выходим. Выходим. А тут что за комната? Ага. Это склад. Здесь я могу хранить всё, что захочу. Может, на складе что-то надо? А, вот. Табличка висит. Проверить склядь. О, смотрите. А, и вот этот табак, который конфисковал. Мне нужно его весь вот сюда скинуть, да? Всё? По красоте? О, теперь у нас тут полно всего. Вот это да. Что дальше делаем? Следующего запускаем. Теперь попросите офицера Максимова избавиться от машины. Он что, её сейчас в озеро скинет куда-нибудь? Или подожжёт? Или в прессовку отбирает? Максимов? Убрать за мной мусор, пожалуйста. Вам пригодятся разные инструменты для поиска контрабанды. Для обшивки шины других тонких материалов подойдут острые предметы. Тупые предметы подходят для крыш. Топоры подойдут для твёрдых материалов, типа топливного бака. Возьмите всё это на столе. Тух, сколько инструментов! Лебёдка, вилы! Вилы, всё в обиход идёт. Лон! А теперь досмотрите несколько машин. Ну что ж. Давай, мы ищем теперь Бориса. Одного мы поймали, остался только Бориска. Борис. Добрый день. Я думаю, что у вас может быть контраба. Хотя тут вроде бы всё пусто. Обшивки тут немного. Привет. Покажите мне, пожалуйста, ваши документы. Вначале из тачки выйдете. Вот так вот. А чего у вас у всех шапка одинаковая? Вы откуда едете? Севера, что ли, замерзли? Вернитесь в машину. Могу я взглянуть на ваши документы. Возьмитесь с возвращением. Кто так обычно говорит, уезжает у меня в обратную сторону. Давай-ка мы сверим твои документы. Севда. Севда. Тимиров. Тимиров. Всё сходится. Тут у нас Севта Тимиров. Вроде всё огонь. Регистрационный номер давай проверим. Блин, ножик надо убрать, а то я всех шугаю. Так, регистрационного номера нет. Вот это попадос. Сзади сравним к WG 5486 MC. Блатной номер. MC-шечка. Зачитай мне рэпчик, MC. MC Севда. Севда. Так, друг, почему так долго? Да потому что. Значит, порежем. Порежем ему. Тут всё. Опа, что-то там есть. Опа, деталь автомобиля уничтожена. Я должен заплатить 10 долларов ему за повреждение. Ну, короче, так как на него ориентировки нету, соответственно, когда я начинаю что-то делать с его тачкой, а именно повреждать, с меня сразу же списывают денежку. Хорошо, а давай я тогда хотя бы в отчёте отмечу, что у тебя нет номера. Дефекты. Нет бамперов. Одного бампера нет. Зеркала у тебя все на месте. Всё пучком. Окна тоже у тебя всё на месте. Тачка огонь. Документы я проверил. А, фоточку надо посмотреть. Подожди, фоточка. Всё подходит. Уважаемый, у вас всё хорошо. Я думаю, что я вас могу пропустить. А, погоди, я штампик ещё не проверил. Штампик. Он у нас из королевства РК. Сейчас проверим, где такое королевство РК. Штампик соответствует. Всё как надо. Ну что, товарищ, я думаю, что нет смысла вас задерживать. Въезд разрешён. Хоть ты и наглый, но я тебе разрешаю. Я пошёл. Давай, чеши отсюда. Мне нужно искать контрабандистов. С разрезанным сиденьем он уезжает. Но он с меня взыскал 10 баксов, поэтому... Ладно. О, Зил. Зил, 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 Зил. Бумаги в порядке. Я заработал 120 баксов. Вот у нас Зил. Бориска. Колёса спущены. Колёса спущены. Здорово. Выходи из тачки. И давай мне свои документы. О, там Марусь, смотри, вон. На торпеде у него. Документы, пожалуйста. Это правда необходимо? Да, это очень необходимо. Ты, походу, у нас Бориска. Нет, это не Бориска. Ирджа. Ирджа Суе. Ирджа Суе. Всё правильно. До 8 февраля 82 года. Ага. Работа. Машина Загар 53. Есть такая. Регистрационный номер YGG. YGG7843AS. Ага. Давай проверим с другой стороны. Так, уважаемый. YGG7843AS. Ага. Зеркала есть. Колесо переднее только спущено. Фара одна разбита. И... Ты как на двух спущенных колёсах едешь? У него, кстати, зеркала нет одного ещё. Так, значит, пометочки. Отчёты. Спущенные шины. Два. Разбитые окна. Вроде все целенькие. Кстати, надо сесть в тачку. В такой тачке я ещё не сидел. Привет, Маруся. Чё в бардачке? Ничего. Выходим. Так, под капотом. Всё чётко. Закрываем. Хотя, давай так оставим. Посмотрим, как он поедет с открытым капотом. Фары. Фары я забыл отметить. У него подбита одна фара. Разбиты фары. Одна штука. И... Вроде бы всё. Больше никаких проблем по тачке у нас нет. Давай ещё сзади откроем. Всё, товарищ. Я все документы проверил. У вас всё пучком. Дарья, почему так долго? Пусти меня, пожалуйста. Сейчас отпущу. Въезд разрешён. Проезжайте. Следующий. Не задержите очередь, пожалуйста. Ты так поедешь, реально? На спущенных колёсах. С открытым капотом. И сзади у тебя открыто. Я, кстати, тачку забыл ввесить. Успею, нет? Всё, норм. А, кстати, капот закрылся у него. Нет, нет, нет. Это решение было неверным. В смысле, почему? Это водителя нужно развернуть. Что-то у него с документами было не так, что ли? Ай-яй-яй. Ну, ладно. Ну, ладно. Значит, одного мы пропустили. Злостного нарушителя. А, знаешь, что я? Фото забыл. Точно, я по фото забыл сверить. Его документы. Так, выйдите из машины, пожалуйста. Кто-то у нас. Ксав. Вроде похож, да? Подожди. Очки. Нет. Это другой человек совершенно. Что у тебя по тачке? Значит, колёса. Одно колесо спущено. Так, так, так. Разбито одно окно. Спущены шины. Разбито окно. И вроде бы... Чё в багажнике? Чё в капоте? И вроде бы всё ок. Но вот по фото, чё-то у меня есть подозрение. Фото. Мне не нравится твоё фото. Я тебя не пропускаю. Въезд запрещен. Вы совершаете большую ошибку. Да пофиг вообще. Давай, вали отсюда. Ну, чё там? Скажи мне. Правильно я сделал или нет? О, прикинь. Всё грамотно. Посмотрим результаты. То есть, смотри, по фото всё правильно я сделал. Спущены шины одна. Разбито окно одно. А, фару. Фару пропустил. Точность 91. Ну, короче, тут всё грамотно прошлось у меня. За исключением фары. Следующий. Вот это, наверное, Бориска. Потому что это последняя машина на сегодня. Где у него там контрабанда? Шины. Будем резать шины, шины. Ну, здорово, я знаю, кто ты. Бориска, выходи. Выйдите, пожалуйста, из тачки. Ты откуда? С Техаса, что ли, едешь? Почему ты в шляпе? Как ковбой. Документики. Документики. Давай посмотрим. Точно Борис. Ну, сразу его задержать или вначале контрабанду найдём. Так, ножик. У меня ножика больше нет, но он появился здесь. Это хорошо. Берём. Надеюсь, инструменты на халяву тут выдаются. Или это на время обучения на халяву мне выдают? Значит, шины режем. Режем с шиной, режем. Какого чёрта вы делаете? Есть контрабанда. У меня на тебя сводка. Значит, нашли самогон? Да, да, у меня есть немного такого сего. Возьмите деньги, пожалуйста, и отпустите меня. Да сейчас разбежаться. Конечно, отпущу я тебя. А могу я тебя ножку? Вот это да. Вот это да. Я его ещё могу тоже покоцать. Ладно. Сиди выше травы, ниже... Нет. А, тише воды, ниже травы. Вот как. Режем другие колёса. Тут тоже у нас чего? Спирт. Ещё один спирт. Следующее. Какого чёрта вы делаете? Я могу всю тачку твою раскурочить, и ты мне ничего не сделаешь. Вот так вот. Тут всё чисто. Ну, хоть где-то у тебя чисто. Вот так вот. Ну, вроде бы всё ок. Ну, короче, чувак. Чё я могу сказать? Давай я документы твои проверю. А есть ли смысл проверять, если я ему запрещу проезд? А? Как ты думаешь? А откуда ты? О, так ты местный. Аркистан. Ага, 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 ага. Ну, короче. Я даже документы не буду проверять. Ты не проезжаешь. В тюрьму тебя. Ты арестован. Это ещё не конец. Конечно, не конец. Для тебя конец. Двое преступников поймано. Жалко, я вас не могу на работу отправить. Вот на эти трудовые. Так бы отправил. Ладно. Конец дня. Туши свет. Всё, споки-ноки. Давай, товарищ, пока. Охраняй их тут, Росомаха. А я пошёл выгружать всё на склад. Скидываем, значит, всё вот это барахло сюда. И я думаю, что пора нам тоже спать. Тут уже ночь. Ночнушечка. Чё, я вроде бы всё сделал. А, тачку. Тачку надо отправить куда-нибудь подальше. Давай, тачку убирай. Красавчик. На сегодня это всё. Можете отдыхать. Отлично. Ну что ж. А, результат досмотра. Давай проверим. Перезвено контрабанда 4. Найдено 4. Всё, огонь. Ну и что ж. Я думаю, что на сегодня это также всё. По одному деньку. Контрабандистская таможня. Если тебе понравилось, то не забывай ставить лайк и подписаться, если ты ещё не подписан. Ну а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok